Добрый день, уважаемые зрители и гости моего канала. Хотел бы с вами поговорить на такую тему, как Возможен ли Третий Майдан или невозможен? Я считаю, что Третий Майдан невозможен. И всем потлонникам Петра Порошенко, всем потлонникам партии Европейской Солидарности Хочу сказать, что Майдан невозможен, так как виной этому всему невозможности Майдана Третьего сам Петр Алексеевич Порошенко, который пришел на волне Майдана и этим угробил хорошую и светлую идею того, что можно воздействовать на власть при помощи Майдана. Теперь, после того, как Петр Алексеевич Порошенко правил пять лет и окончательно разделил все патриотические и проукраинские силы между собой, всех людей разделил, все организации создавались для того, чтобы разделить на мелкие ячейки общества. Так что все потлонники Петра Алексеевича Порошенко должны винить не украинский народ, эти 73%, которые проголосовали за Зеленского, в невозможности того, что выйти массово на улицы, чтобы протестовать, а должны винить Петра Алексеевича Порошенко, который сам привел к тому, что угробил идею Майдана своими действиями. Считаю, что все эти ации, которые проводят Европейская Солидарность или те ации, которые проводят организации, сателлиты этой партии, ничему не приведут. И пустая трата времени, и эти возгласы, которые звучат «приводите родственников, знакомых» и тому подобное, как звучали на банковой, ничему не приведут, так как виной того, что общество разочаровалось в самой способе Майдана, есть Петр Алексеевич Порошенко и все те, которые были приближенные к нему за эти все годы. И им уже никто не верит. У вас есть один выход. Менять лидеров. Менять лидеров на новые. Но, увы, вы не можете, так как вы привыкли к финансированию. Без широтомасштабных сцен, без хорошей озвучки вы ничего не можете организовать. И умные люди, которые приходят на ации ваши, которые внушаются, что эти сцены, эти озвучки, эти все выступающие, это все за деньги жертводателей и тому подобное, которые вы собирали по гривне, по две, уже не проходят, как это могло быть пройти еще в 13, 14, 12 году. Так что, делайте выводы, меняйте лидеров, так как за старыми вашими лидерами уже люди массово не пойдут. Это показала и так называемая варта, и ации, которые собирали максимум 20-15 тысяч. Так что, думайте, за этими лидерами, за Петром Малецеевичем и тому подобное, вряд ли кто уже пойдет, из тех людей, которые реально были на Майдане, не те, которые после Майдана нашли тормошку у власти и тому подобное. Спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо.